Принять участие в этом спортивном проекте – это хорошая альтернатива дню, проведенному за компьютером в четырех стенах или просто бесполезно. Доказательств вышесказанному искать не приходится. Количество подростков-ленинцев, желающих сразиться в жарких спортивных поединках, говорит само за себя. В наше время дети очень много сидят в компьютере, в телефоне, а время на улице как бы перестали проводить. И сегодня в этот день тут проводятся игры, и это очень интересно, и это занимает, и это лучше, чем сидеть в телефоне или в компьютере. Интереснее, чем ходить, сидеть. Как многие подростки сидят, пьют пиво, курят, лучше заниматься спортом. Ну, это весело и занимающе. Спартакиада «Сделай правильный выбор» – это лишь одна из форм работы в формировании правильного и полезного досуга подростков в каникулярный период. И, как показывает практика, она приносит результаты, действительно значительные по ряду причин. Это отсутствие нарушений правил дорожного движения. В этот день у нас ни один из наших участников, уже за многие годы мы это знаем, во время принятия участия в Спартакиаде «Сделай правильный выбор», не был нарушителем правопорядка. В том числе происшествия, связанные с распитием алкогольных напитков. Да и вообще административная ответственность к уголовной, те ребята, кто здесь, они за время участия, когда они заняты, не привлекаются. А это значит, что работа в организации отдыха молодежи идет в верном направлении. На этот раз в рамках завершающего этапа Спартакиады свыше 50 юношей и девушек объединили подвижные игры. Кроме этого, проект еще включает 6 видов спорта – пулевая стрельба, мини-футбол, пожарно-спасательный спорт, плавание, настольный теннис и шахматы. Ребята могут, скажем, принять участие в многих направлениях спортивных, которые сегодня проводятся. И с каждым годом ребят становится все больше и больше, им это нравится, но и мы стараемся постоянно что-то новое добавлять. В Ленинском районе города сегодня насчитывается 65 подростков, 50 мальчиков и 15 девочек, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Что примечательно, на протяжении последних трех лет специалисты отмечают снижение роста подростковой преступности. Как показывает практика, те ребята, которые летом были заняты, работали, либо занимались спортом, либо отдыхали в оздоровительных лагерях, они не совершали преступлений и правонарушений. То есть они были заняты, были под наблюдением родителей, педагогов. Таким образом, скажем так, их удалось уберечь от совершения противоправных деяний. Тенденция положительная, а чтобы сохранить и приумножить, такой результат спартакиада, сделай правильный выбор, будет проводиться и дальше.